Доклад, он не опубликован, но припринт уже есть. Называется «Винтовые динамические системы и их приложение в комбинатурных играх». Но конкретно в этом, в игре «Точный медленный ним». Это совместная работа с Наумовой. Вообще динамические системы – это не моя специальность. У меня нет по ним никаких работ, но мы занимались с Михаилом Николаевичем Вялым и с двумя студентами, Мартыновым и Максимчуком. Мы занимались игрой «Точный медленный ним». И там вот возникла эта система. Давайте я определю. «Точный медленный ним» – это такая игра. Сначала как в «Ниму». У вас есть N кучек камней. Есть два числа целых – K и N. Положительные и K меньше, чем N. Есть N кучек камней. И два игрока ходят по очереди. За один ход можно выбрать любые K кучек. В точности K. Поэтому называется «Точный». И уменьшить каждую из них ровно на единицу. Поэтому называется «Медленный». В обычном ним одна кучка, но есть ним Мура, в котором не более чем K кучек. Так что, ну короче, вот есть много игр. Вот это вот «Точный медленный ним». Значит, вы выбираете за один ход, выбираете K кучек и уменьшаете ровно K кучек. Ровно на один камень берете из каждой. Значит, может быть, конечно, что таких непустых K кучек не нашлось. В этом случае игра закончилась. Кто выиграл, ну как обычно, в нормальной версии тот, кто должен ходить, но не может пойти, тот проиграл. Ну, есть еще мизерная версия. В ней, наоборот, он выиграл. Мы будем рассматривать 99% нормальную. Несколько слов, может, я скажу про мизерную, но это будет просто замечание. То есть мы рассматриваем, значит, вот надо так играть, чтобы противник не смог сделать ход. А ход он не может сделать, когда не осталось K пустых кучек. Вот. Ну, можно эта игра, там можно сделать какие-то замечания, наблюдения. В принципе, полезные, но нам они будут не особенно полезны. Ну, во-первых, заметьте, что есть полное число камней. Каждый ход уменьшает это число ровно на K. Поэтому игра распадается на K игр. Они совершенно независимы. В зависимости, значит, сколько вот это число полное камней по модулю K, может быть 0, 1, K-1. И это не будет меняться. Это N-вариант. Ну, например, можно еще заметить, что если все кучки четные, то начинающий проиграл в нормальную версию. Это называется P-позиция. Там, где начинающий проигрывает, это P-позиция. Ну, потому что просто вы делаете ход, и у вас как кучек становятся нечетными, а оппонент может повторить ваш ход, и они снова становятся четными. Поскольку 0 – четное число, то вот, значит, вы проиграете, если он будет так симметрично отвечать. Ну, кстати, да, если есть вопросы, вы задавайте по ходу дела. Вот, значит, я рассказал, как эта игра устроена, правила ее. Значит, она появилась не так давно. Вот мы написали статью с Вьетнамо-австралийским коллегой Бао Хо. Это было в 2015 году. Там рассматривался точный НИМ и ограниченный не более чем кей кучек, и там получены были какие-то результаты. Значит, это было в 2015 году. Ну, это только припринт. Дальше, значит, публикации появились несколько позже, в 2020 году. Значит, во-первых, давайте смотреть. В случае к равно 1 тривиальный. Если вы уменьшаете одну кучу, то просто какое число ходов будет сделано в игре? Ну, столько, сколько там камней. И оно, это число будет всегда постоянным. То есть четное число или нечетное, это зависит только от четности и нечетности этого числа. А от мастерства вашего ничего не зависит. Поэтому этот случай неинтересный. А вот дальше случай К равно 2 уже интересный. Он довольно сложный. Значит, мы решили это вот в расширенном составе. Для Н меньше... Для Н равно 2, 3, 4. Ну, 2 неинтересно, 3, 4 интересные случаи. 3 уже довольно сложный случай. Значит, мы сделали несколько больше. Не только мы посчитали по позиции, мы посчитали функцию Шпраха-Гранди и посчитали для нормальной и мизерной версии. Дальше следующее продвижение. Опять же, для К равно 2, для двух кучек. Еще... Ну, состав еще более расширился, несколько изменился. Значит, и мы сделали случаи 5 и 6. И там уж совсем сложные эти... Никаких формул для П-позиции уже нет. Но, тем не менее, дается полиномиальный алгоритм, позволяющий посчитать П-позиции оптимальный ход. Вот мы это опубликовали тоже в Интеджерс. И потом, значит, у меня давно лежала какой-то длинная стопка бумаг, где был посчитан случай 3-4. И там вырисовывалась какая-то закономерность. Поэтому вот 2 года назад мы решили с Михаилом Николаевичем, значит, исследовать случай... Но мы не предполагали Н равно К плюс единица. Мы хотели просто случай 3-4. Но оказалось, что все обобщается. И, значит, короче говоря, вот, значит, случай Н равно К плюс единица. То есть только одна куча камней, одну вы не трогаете, а остальные К вы уменьшаете на единицу каждую. И, значит, вот мы с двумя студентами в качестве, значит, курсовой работы этим занимались. И мы решили эту игру. Оказывается, что она решается проще, чем К равно 2. А именно решение ее такое, что вместо того, чтобы давать формулу для П-позиций, что, по-видимому, невозможно, вот один из студентов, Денис Мартынов, он сделал такое наблюдение, я бы сказал, довольно революционное для теории комбинаторных игр, что как играть, какие позиции выиграны, какие проиграны, это так сразу не скажешь. А вот как играть в нее, это, оказывается, совершенно можно следовать совершенно простейшему правилу, и вы будете всегда играть оптимально. А именно, значит, возьмите наименьший чет... Возьмите, считайте, сколько камней в этих кучках. Возьмите наименьшую четную кучку, ее не трогайте, остальные уменьшайте. Еще раз, да, понятно, вот мы назвали это М-правило. Ну, правда, непонятно, там Мартынов и Максимчук, но придумал это Мартынов. Значит, М-правило, ну, еще раз, такое. Вы выбираете, рассматриваете четные кучки, берете среди них наименьшую. И ее не трогайте. Ну, может быть, несколько наименьших, вы берете любую. А все остальные вы уменьшаете на единицу. Так, ну, может быть, еще, что вообще там все кучки несчетные. Правильно? Пока все понятно? Алло. Да. Просто хотелось бы какую-нибудь обратную связь, чтобы я хотя бы знал, что микрофон не стомался. Значит, может быть, что все кучки несчетные. В этом случае надо сохранить наибольшую, а все остальные уменьшить на единицу. И это вот совершенно необычно для теории игр, потому что обычно П-позиции вычислить просто. Ну, как бы то ни было, их надо вычислить. После этого утверждается, что оптимальный ход должен был быть сделан в П-позицию. Ну, определение П-позиции такое, что если вы находитесь в Н-позиции, то есть не в П, то всегда существует ход в П-позицию. Этот оптимальный ход существует. Но при этом его может быть сложно вычислить. В некоторых играх это НП-трудная задача. Но иногда бывает простая. Ну, вот в ним, этот обычный ним, вот он, например, нашел П-позицию. И он доказал, что ним сумма должна быть, вот этих чисел x1, x2, xn, ним сумма должна быть равна нулю. Ним сумма – это вы пишете все числа в двоичной системе и, значит, это самое, складываете поразрядно. И если вся сумма 0, то, значит, это П-позиция. Но дальше доказывается, что из любой позиции можно пойти в П-позицию. Ну, этот ход найти не так уж сложно. А бывает в других играх, что его найти довольно-таки сложно. Значит, в данном случае получилось все совершенно наоборот. Что для П-позиции формула найдена только при n равно 3. И эта формула занимает целую страницу. А при n равно 4 мы даже не пробовали ее искать. Формулу. Но, значит, П-позиции посчитать за поленом, конечно, можно. Благодаря тому, что именно что m-ход, оптимальный ход, очень просто найти. Надо просто следовать этому m-правилу. Вот. В этом такая необычность этой игры. И более того, не только мы посчитали… Вот этот m-ход, значит, если вы знаете m-ход в каждой позиции, то вы можете определить m-партию. То есть, просто вот выходите оптимально. И оказывается, что длина этой m-партии, длина этой m-партии, она дает вам так называемую функцию Смита. Функция Смита – это даже более тонкая вещь, чем p и n-позиции. Значит, функция Смита, она как определяется, что если p-позиция, то вы проигрываете. Но вы… Вот этот m-ход позволяет вам сопротивляться так долго, как только можно. То есть, вот эта функция Смита, ремонтность функшн, значит, есть не в p-позиции, она равна числу ходов, которые вы можете сопротивляться. А в n-позиции вы, соответственно, выигрываете, и тогда функция Смита говорит вам, как быстро вы можете выиграть. Это полезная вещь. Она как бы дополнительна к функции шпраха гранди. Значит, вот игры… Есть такое понятие – композиция комбинаторных игр. Допустим, у вас есть n игр, и тогда есть дизюнкция, дизюнктная декомпозиция, дизюнкция, короче говоря, дизюнктная композиция, дизюнктив компаунд. Значит, это когда за один ход вы выбираете одну из этих игр и делаете в ней ход. Например, ним, стандартный ним, есть дизюнкция, n игр, каждая из которых тривиально, всего состоит из одной кучи камней. А есть, значит, конъюнкция, конъюнкция игр. Соответственно, когда вы должны делать ход, сразу во всех играх, за один ход, во всех n играх вы обязаны сделать ход. Так вот, для того, чтобы играть в дизюнкцию, вам нужно знать, недостаточно знать позиции отдельных игр, это в этом состоит теория шпраха гранди. А надо знать вот эту функцию шпраха гранди каждой игры. Ну, на этом я не буду останавливаться. Значит, вот в ним нужно вычислить функцию шпраха гранди, эту ним сумму x1, xn. А вот как играть в конъюнкцию? Смотрите, вы должны не просто выиграть, а выиграть как можно быстрее. И если вы не можете выиграть, то вы проиграете, но вы должны сопротивляться как можно дольше. Понятно, да? Это более-менее очевидно. Потому что как только у кого-то не будет хода, как у противника не будет хода в какой-то игре, в одной из этих n, он проиграл. Поэтому вы должны этого добиться как можно скорее, потому что иначе он сам может выиграть в какой-то компоненте, и тогда у вас не будет хода. Понятно, да? Ну, короче говоря, функция Смита от конъюнкции равна минимуму функции Смита от компонент. Поэтому, ну, вот этим функция Смита полезна. Но это как бы получилось как такой дополнительный подарочный результат, что мы хотели найти P-позиции. Вот это M-правило находит P-позиции. И заодно оно находит не просто P-позиции, а вот длина M-партии равняется функции Смита. Ну, значит, если эта функция четна, то это P-позиция. Вы проиграли, да? Если партия оптимальная, длится четное число ходов, вы начинаете, то у вас не будет хода, вы проиграли. Если она нечетная, то у противника не будет хода, и вы выиграли. Ну, соответственно, P-позиция – это четное значение функции Смита. А если вы рассматриваете дизъюнкцию игр, то P-позиция – это нули функции Шпрага Гранди. Немножко по-другому они работают. Но мы дизъюнкциями сейчас не занимаемся. И мы вот вычислим вот эту функцию Смита для вот этой игры «Точный медленный нимб». Точнее сказать, не то я сказал, мы ее вычитать не будем. Это была бы тема отдельной лекции. Доказательство довольно сложное. И, значит, это бы заняло всю лекцию. Но вот я хочу, вот это M-правило меня вдохновило. И мы с Наумовой, значит, вот рассмотрели… Ну, соответственно, зная M-правило, есть полиномиальный алгоритм, как вычислить четная длина M-партии или нечетная, но он не такой простой. Короче, я это все решил обобщить. Просто мне показалось, что это такое очень интересное поведение этой системы. И оно заслуживает общего изучения. Хотя пока непонятно, зачем это все нужно. Ну, точнее, не очень понятно. Значит, вместо… Мы рассматриваем числа тесного K меньше, чем N. И вместо того, чтобы рассматривать четные и нечетные, мы вводим какое-то число L любое, 7, скажем. И рассматриваем числа кратные L и некратные L. Мы будем рассматривать этот вектор X1, Xn. Может быть, положительные, отрицательные координаты. Это нам не важно. Значит, мы координаты можем переставлять. От этого, значит, ничего не меняется. Значит, как устроено… Сказал… Не, еще не сказал. А, ну, как устроено M-правило. Почему-то это тут непонятно где. Наверное, позже будет написано. Но я вам просто своими словами скажу. Значит, вы выбираете M-правило. Теперь мы называем GM, Generalized M-rule. GM-правило, значит, оно устроено так. Вы выбираете значение кратные L. Вы выбираете значение кратные L. Выбираете N-K таких значений. И их вы не трогаете. Они называются медведи. А, значит, остается K-значений, которые уменьшаются на единицу. Они называются быки. Значит, то есть мы сперва ищем значение кратные L. Есть ли их N-K или больше, то мы выбираем самые маленькие N-K штук. И это вот будут медведи. Понятно, да? Значит, еще раз. Берем все кратные L, выбираем N-K штук. И они будут, медведи, они не будут двигаться. Остальные K будут уменьшаться на единицу. Но теперь что делать, если их не набралось от минус K штук? В этом случае мы выбираем наибольшее. Добавляем сколько нужно наибольших. Значит, тут штука вот. Это на самом деле не так важно. Потому что есть такое простое наблюдение, что как только их стало N-K штук, это свойство будет сохраняться и дальше. Если количество медведей N-K или больше, то так будет все время. Понятно ли это? Да. Кто такие медведи? Медведи – это те, которые не двигаются. Так же, как на Нью-Йоркской бирже. Медведи – это те, кто сопротивляется. А быки – это те, кто давит. Значит, быки уменьшаются на единицу, медведи стоят на месте. Если у вас набралось определенное количество медведей, N-K конкретно, то оно не может стать меньше, чем N-K. Почему медведь вообще может перестать быть медведем? Потому что он двинулся вниз. А значит, он может стать быком, только когда пришел другой медведь. Это может режиме он не добившись. Понятно, да? То есть, должен появиться медведь, который меньше его по величине, и тогда он, значит, станет медведем, этот бык. Превратится в медведя, а этот медведь станет быком. Может стать. Значит, короче говоря, пока их меньше, чем N-K, это время ограничено. Ну, можно даже легко сказать, как быстро это появится. Поскольку быков K, то значит… А можете повторить, кто из них на L делится? На L делятся медведи. И как мы… Те, кто не двигаются. Ну, так же, как было вот в игре, да? Вы брали минимальное отчетное число, и оно неподвижно. А теперь вы берете минимальные, которые делятся на L, и выбираете вы их не одно число, а K. Раньше был один медведь. То есть, тут обобщение ведется по двум направлениям. Значит, мы рассматривали случай K равно N минус 1. У нас был один медведь и K быков, да? А теперь у нас будет… В смысле, один медведь и N минус один бык. А теперь у нас будет K этих самых… У нас будет K N минус K… Кого? N минус K медведей и K быков. То есть, K движутся, N минус K стоят. Когда K равно N минус 1, это значит, что был один медведь. Понятно, да? Еще раз. Что у нас было? K равно N минус 1. И K не было равно 1. K было N минус 1. А теперь стало любое K. И у нас стало N минус K медведей и K быков. K двигаются. N минус K стоят. Раньше 1 всего стоял, а N минус 1 двигались. Такое обобщение. Как быстро N минус K быков появится? Надо L умножить на N поделить на K. Взять этот потолок. Потому что быков K двигаются, а не всего K двигаются. То есть, чтобы все сдвинулись, надо N поделить на K. Ну, у меня есть тут такая формула. Давайте я ее открою. Где она? Она где-то сильно дальше. Вот. Вот она. Значит, на самом деле L, вот вы видите, да? Вот вы мой курсор видите? Видим. Ну, вот это L минус 1. N поделить на K потолок минус 1. Ну, грубо говоря, можно считать L на N поделить на K. Но это легко понять, почему так происходит. Потому что, значит, у вас K медведей движутся K. То есть, вам нужно N на K раундов. И каждый раз вам нужно L. Ну, на самом деле L минус 1 достаточно, чтобы стать кратным L. То есть, вот за такое число шагов L N делить на K у вас будет это самое. У вас будет нужное количество медведей. И после этого оно всегда будет сохраняться. Так. Теперь, что дальше? Дальше вот это правило таймбрейка. Значит, очень... В принципе, обратите внимание, что у нас позиции переномеров... Если вы переномеруете координаты, то позиция от этого не изменится. Просто так игра определена. Но, тем не менее, в доказательствах очень большое удобство считать, что вектор X монотонный. X1 меньше XN. Да? Что он монотонно не убывает координаты. Мы этого хотим. Но мы, конечно, можем это предположить без нарушения общности. Мы можем сказать, что координаты не убывают. Но есть такая неприятность. После хода это может исчезнуть. Понятно, да? Они были не убывающие, а после хода стали убывающие. Это свойство может исчезнуть. Но есть простой способ с этим бороться. Давайте я немножко уточню это же M-правило. В случае, когда у вас выбор медведей неоднозначен, вы всегда выбираете тех, которые с наибольшими координатами. Давайте, значит, разберемся в этом. И тут же M-правило. А, ну, все это. Вот оно. Значит, тайбрейка. Значит, когда вы выбираете, когда вы выбираете этих медведей, вот вы начали с самых маленьких, потом они у вас возрастают, 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 но все еще не достигли N-k. А в следующий раз несколько одинаковых медведей координаты равны. Если вы их всех добавите, то будет уже больше, чем N-k. Понятно, да? Вот вам нужно 7 медведей. Вы набрали 5. Дальше следующий уровень. На следующем уровне у вас находится сразу 3. Или там 4. Вам нужно всего 2. Вам нужно всего 2. Какие 2 вы возьмете? Предлагается взять, вот это правило тайбрейка предлагает взять 2, ну, недостающее число с теми, с наибольшими координатами, то есть у которых координаты имеют большие номера. Понятно, да? Вот у вас есть несколько значений подряд. Все значения равны 11. У вас есть x7, x8, x9, x10. Все они равны 11. А вам нужно всего 2. Вы выбираете последний, x9, x10. а x7, x8, ну, в общем, короче, те, которые уменьшены номера координат, вы не выбираете. Они будут быками. Тогда они пойдут вниз, и все будет хорошо. Да, монотонность сохранится. Понятно, если бы я взял x7, x8, оставил неподвижными, а x9, x10 у меня бы пошли вниз, то монотонность бы нарушилась. Ну, короче, есть такая лемма, совершенно очень простая, что если вы дополняете вот это же м-правило, еще добавляете к нему правило тайбрейка, что брать с наибольшими координатами, номерами координат, если есть неоднозначность, то вы сохраняете монотонность заведомо. У вас каждый ход сохраняет монотонность вектора x. Это очень удобно. Понятно это? Или есть вопросы? Нет, нет вопросов. Так, значит, ну дальше вот все, теперь все однозначно определено. мы берем, значит, то самое, берем НКЛ, зафиксировали НКЛ, и, значит, взяли позицию x начальную, совершенно произвольно, может быть положительно, отрицательно, но целые координаты. Дальше мы, значит, применяем это же GM-правило, и мы получаем вот эту же GM-траекторию или GM-партию. И она однозначно определена, она однозначно определена. Значит, и мы хотим, вот это, вот эта динамическая система, почему она называется винтовая, сейчас будет ясно. вот вопрос, зачем это все было бы нужно. Ну, во-первых, вот есть, есть совершенно, значит, очень важное приложение в теории комбинаторных игр, но оно относится к очень специальному случаю, а именно L равно 2, L равно 2, а Н равно К плюс 1, да, а в принципе у нас есть любое К и любое Л. Ну, вот, я не знаю, может быть, в какой-нибудь физике это применимо, потому что это очень такое правило, оно предполагает какое-то такое случай, стахастическое поведение, а на самом деле система ведет себя совершенно регулярным образом, вот она как штопор, винтовая, сейчас я объясню, значит, ну, вот, прямо то, то, что я могу прямо сейчас предложить, это такое не очень-то серьезное приложение, значит, это вот собатикал, допустим, у вас есть университет, который много лет работал без всяких собатикалов, то есть, собатикал, вы знаете, что такое, там раз в семь лет, допустим, дают год поехать в какое-нибудь другое место, называется собатикал дик, значит, ну, вот они этого где-то в провинции этого не применяли, или в какой-то стране, где этого не было, а потом ввели, там есть н профессоров, каждый профессор, каждый семестр читает один курс, и всего нужно к курсов, да, всего нужно к курсов, поэтому n минус k они могут отпустить на собатикал, как их выбирать, ну, вот в точности поэтому же m rule, но только наоборот, да, все наоборот, тут чем больше курсов читал, тем больше у тебя прав на собатикал, то есть, это самое, мы выбираем самых больших, а не самых маленьких, и, значит, это самое, они координаты возрастают, а не убывают, ну, ясно, что это симметрично, да, я просто мотивирован был играми, поэтому я говорю, что у нас координаты убывают, и выбираем чему равно l в приложении к собатикал, а? чему равно l? l в Америке, вот в Рангерсе равно 7, раз в 7 лет, ну, 14 семестров, l равно 14, мотив, то есть, раз, все, этот самое, ну, там, как считать, семестрами или курсами, ну, там, жизнь, жизнь сложна, сухотерия, но древо жизни зеленеет, слышно, значит, это самое, можно, в Рангерсе можно взять через 3,5, год, 3 года, через 3 года один семестр, или через 6 лет два семестра, ну, у нас для простоты через l вы можете взять собатикал, для того, чтобы вы имели право пойти на собатикал, вы должны учить, перед этим, читать число курсов, кратное l, а дальше вы можете несколько раз брать собатикал, допустим, если вы такой старожил, и читали намного больше других за прошедшие годы, то вы можете один раз взять, другой раз взять, но это как раз и будет вот это же правило, но это как бы не очень-то серьезно, как там брать собатикал, многие не хотят брать, потому что там это небольшой экономический ущерб, но неважно, короче, вот у меня есть такое приложение, которое хорошо описывается ЖМ-правилом, но оно не серьезно, я бы хотел, вот подумайте об этом, может быть, вы придумаете какое-то серьезное, может быть, ну, короче, в чем тут мораль, что динамическая система может вести себя совершенно хаотическим образом, вспомните какие-нибудь там аттракторы Лоренца, они описываются простыми правилами, а ведут себя непредсказуемо, а в данном случае динамическая система тоже описывается как раз простым, но не таким уж простым, смотрите, вы берете кратный Л, выбираете среди них какие-то там наименьшие, там до Н минус К, там добираете, потом дальше это будут медведи, остальные будут быки, то есть, оно могло бы означать какое-то очень хитрое поведение, а на самом деле система ведет себя просто идеально, как штопор, вот сейчас я объясню, значит, во-первых, значит, что для этого надо знать, надо знать, что вот число кратных если число кратных Л, если оно достигло Н минус К, то оно так и сохраняется не меньше, чем Н минус К, оно не обязательно монотонно, но спуститься ниже, чем Н минус К, оно уже не может, это я объяснил, да, потому что для того, чтобы медведь перестал быть медведем, должен прийти какой-то новый медведь взамен, просто по определению, ему должна найти замена, какой-то другой должен стать кратным Л. Ну, и обратите внимание, что после того, как оно стало Н минус К или больше, оно может уменьшаться и увеличиваться, но это уже ненужные тонкости, короче, монотонности тут нет, но этот барьер Н минус К есть, если он преодолен, то он всегда будет, всегда будет преодолен, и это более-менее, для этого нужно совсем небольшое число шагов, Л умножить на Н поделить на К, значит, это первое, но вот это, я уже это рассказывал, на самом деле, Л минус 1 умножить на Н минус К минус 1, но это, если числа большие, то это единицы не очень существенны, значит, следующее, следующее, вот это самое, следующее, важнейшее понятие, это диапазон, range, по-английски, range of x, это range, это просто разница между максимальным и минимальным элементом, но если вектор монотонный, то это просто это xn минус x1, значит, очевидно, что, поскольку это медленный ним, то любой ход, любой ход, либо сохраняет диапазон, либо уменьшает на единицу, либо увеличивает на единицу, но это не так для нас важно, а важно для нас сейчас, ну, короче говоря, я так без слайда и что-то, где это в точности написано, не найду, но, значит, то же самое, аналогичное свойство, как вот с этими самыми кратными l, если диапазон становится не больше, чем l, значит, я надеюсь, вы можете просто так по слуху следить, если диапазон становится не меньше, чем l, а, ну, тут вот это утверждение, но оно более общее, если диапазон не больше, чем l, то он так и остается не больше, чем l, вот это такой барьер, как только диапазон стал меньше, не больше, чем l, так и будет дальше, я не говорю, что он ведет себя монотонно, он может увеличиваться, уменьшаться, но вот этот барьер l преодолеть обратно он не может, допустим, он стал, это за исключением, конечно, ну, да, меньше, чем l, я тут формулирую для любого l, но a не должно быть равно нулю, потому что, если диапазон стал 0, то есть, это константа, конечно, это свойство не будет сохраняться, у вас, значит, диапазон начнет увеличиться, 0, 1, 2, так он может до l увеличиться, но не больше, чем l. Почему это так? Ну, просто простой анализ случаев, значит, смотрите, если диапазон не больше, чем l, то уровень l, он вообще всего либо 1, либо 2, то координат на уровне кратном l, какие координаты кратны l? и может быть либо одно значение, либо два значения, да? Два значения, это когда минимальные равны l и максимальные, минимальные равны a l, а максимальные равны a плюс 1 l. Что в этом случае произойдет? Ну, вот диапазон не может увеличиться. Смотрите, если нижних на уровне a l, их больше, чем n минус k, то, значит, то их больше, чем n минус k, то мы по правилу тайбрейка выберем среди них наибольшие координаты, x1 начнет уменьшаться, но xn тоже начнет уменьшаться. Понятно, да? Значит, тут такой не очень сложный анализ случаев. Мы находим уровни кратные l. Этих уровней может быть либо 1, либо 2. Допустим, этот уровень один, он где-то в середине. Или там может быть нижний, может быть верхний. Но в любом случае и минимальные, и максимальные они, значит, уменьшаются. Поэтому дипломизация... Ой, прошу прощения, непонятно. Да. Нужно как-то объяснить, почему не может так случиться, что минимальный уменьшается, максимальный не меняется. Да, ну вот не может так случиться. А почему? Ну, можно так задать. Минимальные уменьшаются, значит, во-первых, надо рассмотреть, ну вот я пытаюсь рассмотреть. Ну, давай рассмотрим, значит, все случаи. Значит, я спрашиваю, сколько есть значений кратных l. Их может быть либо 1, либо 2. Ну, да, хорошо. Ну, допустим, 1. Тогда что? Он может быть либо в середине, там, либо внизу, либо вверху. Но если он в середине, то и минимальный, и максимальный оба уменьшаются. А если он вверху? А если он вверху, то тогда, значит, если он вверху, то давай посмотрим на минимальный. Значит, минимальный кратный или не кратный? Если не кратный, он может смело уменьшаться. Если максимальный кратен l, то минимальный кратен l или нет? Если нет, Я уже понял, не знаю, как остальные. Да, ну, короче говоря, надо рассмотреть два случая, когда одно значение кратное l или два значения кратное l. Ну, не знаю, мне кажется, что это такая вещь, которую нельзя объяснить. Каждый должен подумать три минуты или пять или десять и понять ее. Ну, вот я даю, так сказать, указку, что надо рассмотреть случай, когда единственный такой сложный случай относительно, когда два значения кратный l. Они могут быть, эти значения минимальным и максимальным. Они могут быть, эти значения только минимальным и максимальным. Значит, теперь вот мы используем вот это n-k правило и правило тайбрейка. Значит, если у вас внизу все медведи поместились, то будет диапазон только уменьшаться. Если у вас, точнее сказать, если они поместились внизу, а их больше, чем n-k, внизу, то x1 будет уменьшаться, но и xn тоже будет уменьшаться. Вот. Если они не поместились внизу, то они поместились наверху. Остальные мы перенесли наверх. И тут вот этот правило тайбрейка работает, потому что у нас x1 это медведь, но xn значит тоже медведь. То есть диапазон сохраняется. Ну, я прошу прощения, я могу прочитать, там где-то дальше доказательства есть, но давайте просто это каждый сам разберет, что значит если диапазон стал l или меньше, то это будет сохраняться. Дальше вот самое замечательное свойство, что если диапазон стал l или меньше, если диапазон стал l или меньше, то дальше система ведет себя периодическим образом. То есть за l шагов совершенно непредсказуемо, что случится во время этих l шагов, но за l шагов все медведи и все быки смещаются на k, то есть как бы вращается это все. Значит, давайте я сперва такую простую лему скажу, что если как ведут себя медведи и быки, они заполняют два интервала, они делят это множество 1n на два интервала. Если диапазон больше, чем l, то их может быть бык, бык, потом три медведя, потом бык, потом еще два медведя. То есть они могут идти в разбивку. Но если диапазон l или меньше, то ничего такого быть не может. Идет n минус k медведей и потом k быков. Но при этом таинственным образом единица и n я считаю соседями. Вот как бы я вот этот интервал 1n превращаю в круг. Причина для этого довольно таинственная причина, но вот тем не менее. Вот она проявляется в этом утверждении. Я утверждаю, что быки и медведи образуют два интервала. Опять простой анализ случаев. Я разберу один под случай. Смотрите, вот у вас внизу есть сколько-то кратных l и вверху есть сколько-то кратных l. Весь диапазон равен l. Значит, что может быть? Может быть, я выбираю меньшее медведи, я выбираю наименьшее. медведи поместились внизу, но тогда значит слева внизу x1 там xn-k медведи, остальные кабыки, все просто. Может быть, они внизу не поместились, тогда я выбираю оставшихся медведей наверху. Но я по правилу тайбрейка я должен взять самые большие координаты, да? То есть я беру координаты nn-1 и так далее. Но 1 и n соседи, поэтому опять получается интервал. Ну, короче, такая лемма, каждый из вас ее может за 5 минут сам доказать, что если диапазон меньше n, то быки и медведи всегда разбивают 1 n на 2 интервала. При этом n я считаю и n и 1 считаются соседями. Понятное утверждение, да? Понятно? Ну, не то, что да, но конкретного вопроса сложно задать. Еще раз, у нас есть быки и медведи, у нас есть координаты 1, 2, n. Я утверждаю, что если диапазон меньше либо равен n-x1, не больше чем l, то быки и медведи образуют два последовательных интервала на окружности 1-2 n. Они не могут идти в разбивку. Сперва идут только быки, а потом идут медведи. И все. Сказать новое что-что? Без картинки непонятно. Сейчас я не знаю, я может быть попробую выйти к доске и нарисовать. Ну, нарисуй. Ну, хорошо. Ну, может быть без картинки непонятно. Ну, вот, значит, у нас диапазон l или меньше. Если диапазон меньше, чем l, то там есть всего один уровень кратный l. Самое большое, да? Так. Ну, значит, все эти быки расположены на этом уровне. Но мы, кстати, я забываю сказать, мы считаем, что это свойство выполнено, что количество кратных l уже превысило n-k. Так, хорошо, про быков понятно. Да, но теперь сложный случай, это когда они расположены на двух, когда нижний уровень кратный l и верхний уровень кратный l. Что тогда произойдет? Во-первых, все эти самые медведи, они могут разместиться на, им может хватить места на нижнем уровне. Тогда они все идут подряд от единицы до n-k. точнее нет, вру, они идут, правила тайбрейка надо применить, не до единицы от минус k, а от конца этого нижнего интервала надо спуститься на n-k вниз, понятно, да? Допустим, что у вас внизу больше, чем n-k кратных l. Вы выбираете из них n-k правых, и это будут медведи. Михаил Николаевич нарисовал картинку, на ней три интервала. Ну, не может такого быть. Это претворечит. Я могу попробовать показать. Да. Во-первых, три интервала, это мне напоминает пробила вражеская пуля на вылет сердца в трех местах. Так не бывает. Может быть, интервала в два или четыре? Те, которые делятся на l, они точно в выходе. Но их не хватает. Добавляем мы вроде бы как самые те, которые делятся на l, они медведи. И они где у тебя расположены? Они в середине. В середине? Ну, прекрасно тогда среди них. Их не хватает? Да, их не хватает. Нет, так я же сказал, что n-k есть. Я предполагаю, что n-k кратных l уже набралось. В самом начале была лемма, что через небольшое число шагов найдется n-k кратных l. И после этого оно сохранится, это неравенство. Когда уже больше, чем n-k делится на l? да. Я это предполагаю, что уже есть n-k кратных l. Слушатели уже про это забыли, что ты предполагал. Ну, как? Это была первая лемма, а сейчас вторая. Так нельзя, надо хотя бы последнюю помнить. Как не последнюю, ты давно это не говорил. Ну, хорошо, да, но если n-k не найдется n-k кратных l, то это неверно, да, это только после этого. Еще раз, первая лемма была, что как только набралось n-k кратных l, так это свойство сохраняется. Вторая лемма была, как только диапазон стал не больше, чем l, это свойство тоже сохраняется. строго говоря, это третья лемма, что как только диапазон стал не больше, чем l, то быки и медведи образуют два последовательных интервала на окружности, считая, что единица n соседей. Понятно, да? Так. Ну, вот эти три лемма зафиксировали, после этого следует главная лемма под номером 4, что что происходит за l шагов. Я утверждаю, что за l шагов эти k быков сдвигаются на k вправо. Ну, соответственно, на n минус k влево, или k медведей. Ну, короче, k быков сдвигаются на k вправо за l шагов. вот я вам продемонстрирую. Доказать уже никакого времени не хватит, а есть это самое примеры. Только где они? Черт, сколько тут написано? первое. n равно 4, k равно 3, l равно 3. Вот у вас x1, x2, x3, x4, вот у вас идут медведи 2, 2, 3, всего 1 медведь, поэтому проще медведей. 2, 2, 3, 1, 1, 2, видите, они сдвинулись. Медведи, соответственно, сдвинулись влево. 2, 2, 3, стало 1, 1, 2. Следующий раз стало 4, 4, 1. 1 перешло в 4, потому что 1, 4 соседи. 4, 4, 1 перешло в 3, 3, 4. То есть, вот теперь еще раз смотрим следующий пример. Вот теперь уже у вас n равно 5, а k принимает разные значения. 1, 2, 3, 4, а l по-прежнему равно 3. Вот у вас опять смотрите, как ведут медведи. Все кроме третьего, все кроме четвертого, все кроме четвертого. Потом направо пошли. Все кроме четвертого, все кроме пятого, кроме пятого. То есть, 3, 4, 4 пришло в 4, 5, 5, потом перешло в 5, 1, 1 по кругу. 1, 2, 2, 2, 3, 3. Теперь вот допустим у нас медведей 3. Следующий пример, когда k равно 2. Медведей 3. У вас пошло 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 4. То есть, а дальше пошло 2, 3, 4. Дальше они все сдвинулись на сколько? Короче, 5 перешло в 4. 2 в 1, 3 в 4, 4 в 5. 5. А, ну правильно. Они сдвинулись, только надо выяснить, на сколько они сдвинулись. На 3, наверное. Возьмите точки 1, 2, 5 и 2, 3, 4. Они получаются сдвигом. На k. k равно 2. 1 перешло в 3, 2 перешло в 4, 5 перешло в 2. Понятно, да? Не каждая сдвигается, а весь интервал сдвигается. Вот у вас было 1, 2, 5. Это интервал, да? Он сдвинулся на 2, стал 2, 3, 4. Это тоже интервал. Понятно? Ну да, хорошо. Ну вот, а здесь, значит, k равно 3, интервал, соответственно, сдвигается на 3. А здесь снова k равно 4, интервал сдвигается на 1. 2, 3, 4, стало 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1. Короче, вот это основная лемма, что, значит, за L шагов эти два интервала поворачиваются на k, то есть, как штопор. Но быки двигаются вниз, медведи стоят на месте, но вот их роль периодично. Отсюда следует вот сразу основная теорема. Где теорема? тут коровы сидит сейчас. А, ну вот. отсюда следует, что вся эта система двигается периодически. Значит, что мы берем, ну, сами судите, у вас есть n, n, значит, окружность длины n, есть интервал длины k, и каждый раз он сдвигается на k. Понятно, да? Но он через некоторое короткое время снова совпадет сам с собой. Поэтому за какое время? L умножить на n делить на наибольший общий делитель n и k, правильно? Или можно по-другому? L умножить на наименьшее общее кратное n и k и поделить на k. Вот, насколько при этом все, вот за такой период, это период p, все координаты уменьшатся на одно и то же число дельта. Дельта равно pk поделить на n. То есть, она ведет себя как штопор. Ввинчивается вот так равномерно и, значит, уменьшается. Поэтому, когда она дошла до этой, как только диапазон уменьшится до L, дальше она ведет себя периодически. То есть, вы ее поведение можете предсказать при любом числе ходов. Понятно, да? Ну, теперь еще остался большой вопрос, который я не успел то самое осветить. Это, значит, как много времени требуется, чтобы достичь, чтобы уменьшить диапазон до L. Это делается так. Я просто идею расскажу. Идея очень простая. У нас есть разбиение на медведей и быков, а теперь мы сделаем разбиение на лидеров и аутсайдеров. Лидеры, возьмем несколько первых координат, у которых диапазон не больше, чем L. Понятно, да? Их мы назовем лидерами. Первые несколько координат, у которых диапазон не больше, чем L. А остальные мы назовем аутсайдерами. Но теперь доказывается, что либо все лидеры медведи, либо все медведи лидеры. Два случая есть. Допустим, все лидеры медведи, они просто стоят, а аутсайдеры их догоняют. Понятно, с какой скоростью они их догоняют. теперь все медведи лидеры, все медведи лидеры, но их значит лидеров больше, чем N минус K. Поэтому они двигаются вперед, понятно, с какой скоростью. Единица минус K делить на N. Единица минус N K делить на N. Единица минус K делить на N. А остальные двигаются со скоростью единица. Они все аутсайдеры, среди них медведей нет. То есть понятно, что аутсайдеры догоняют лидеров, и каждый раз мы знаем, с какой скоростью они их догоняют. Поэтому нам, допустим, у вас зачем это нужно, чтобы время счета было логарифмом от диапазона. Если время линейное... Конечно, мы можем все посчитать за время линейное по диапазону. Просто значит сделать соответствующее число ЖМ-ходов. Но мы хотим посчитать быстрее. И такая возможность у нас есть, потому что по диапазону мы можем логарифмически двигаться. Если у нас какой-то есть разрыв между лидерами и аутсайдерами миллион, нам вовсе не нужно делать миллион шагов, чтобы посчитать, когда аутсайдеры догонят лидеров. Ну хотя бы один из них, когда догонят лидеров. Мы просто берем разницу в скоростях и определяем этот момент. А после этого у нас число лидеров увеличилось на единицу и так далее по индукции. Короче, вот сейчас эти оценки все эти написаны. Вот. Вот теорема. Вот мы берем эту жм последовательность, она распадается на две части. С0 это пока еще диапазон не достиг и с бесконечность когда он достиг. После того, как он достиг, мы уже знаем, что все и она ведет себя периодически. А как много шагов. Значит, вот есть какое-то количество шагов n большое, чтобы значит диапазон уменьшился до L. Этот диапазон, это число шагов имеется очень простая оценка. L плюс диапазон начального вектора умножить на n поделить на k. А как бы диапазон начального вектора большой может быть? Да, n большое, я не говорю, n очень большое число, но посчитать его можно за 3. Посчитать его можно за единицы плюс, ну, за логарифм от рейнджа. И вообще посчитать, что будет после g шагов можно за логарифм от единицы плюс g. А уж по n k l будет линейно, по n k l линейно. Ну, ну, вот l умножить на n поделить на k. Но рецидент почему-то написал, что по n может быть тоже можно сделать логарифмически, но для меня это загадка, я не знаю, как это сделать. Но я утверждаю, что по n k l линейно, значит, по range, по диапазону это логарифмически, а само по себе вот эта предварительная фаза имеет n шагов и она ограничена просто вот таким числом. Конечно, если диапазон большой, число шагов тоже будет очень большое. Но для того, чтобы его посчитать в точности, нам нужно маленькое время. И мы заодно определим, чётно оно, нечётно. А дальше будет периодически она себя вести. В общем, поведение её исключительно простое. Но хотелось бы найти, конечно, мне кажется, что она должна где-то возникать в какой-нибудь физике. Но вот она таинственным образом возникла вот в этих играх. Но правда, только в честном случае, когда л равно 2, чётно-несчётно, а к равно n без единицы. А применить её можно при любом к. Мы применили с Михальчуком и с Марией наумовый, значит, при это самое, для k равно 2, n равно 2. И получилось, что при 4 и 5 это правило работает. При 4, n равно 4 и 5, k равно 2, gm правило работает. Но как оно работает? Там есть некоторое количество исключений, которые описываются очень простыми формулами. Но они описываются, описываются, а доказать-то мы этого не сумели. Даже при k равно n минус 1 сложное доказательство. Но там ясно, что ответ будет простой, но только в частном случае, когда n равно 4 и 5, а k равно 2. Ну, короче, оно имеет ограниченную применимость в играх. Оно идеально подходит для случая n равно k плюс 1. m правило. А для остальных случаев еще мы сделали такую эту самую мы попытались решить мизерную версию, и там тоже m правило применимо в огромном большинстве случаев, исключений мало, но тем не менее их бесконечное количество и формулу удовлетворительную мы даже не сумели придумать. Ну, в общем, короче, в играх, я считаю, возможности исчерпаны, но оно, это же правило, может работать где-нибудь совершенно не в играх, но только не для собатика. В мизерной версии вот этого нима. Мизерная версия, медленного точного нима. Мы просто пытались его буквально применить, и оно работает прекрасно, но есть бесконечное количество исключений, и эти исключения укладываются в очень такие элегантные серии, но охватить все эти исключения не удалось. В отличие от случая нормальной версии n равно 4,5 k равно 2. Там удалось, там действительно очень простые формы. Ну, в любом случае такое совершенно несравнимое это с тем успехом, который получился при n равно k плюс 1. Там оно работает безо всяких исключений. исключений никаких нет, но, значит, это самое очень простое правило. Это вообще уникальный случай. Я помню, что я написал какую-то статью про игру Витхофа, и там я доказывал, значит, я не выписывал явную формулу для позиций, и Франкель, такой мэтр в этой области, он меня заставил, принудил, можно сказать, он сказал, что решить игру, значит, найти по позиции. Я ему говорю, что это будет сложнее. Он говорит, нет, все равно, люди к этому привыкли. И я написал оба доказательства, свое доказательство, и вот доказательство, которое он требовал, оно было, ну, оно не намного длиннее. А в данном случае оно не намного длиннее. В данном случае вот это м-правило, оно просто, очень просто, а по позиции очень-очень много случаев. Уже для n равно 3 уже там на полстраницы эта форма. Да, ну вот, наверное, сейчас время-то кончилось, да? Да, время вышло. Спасибо большое. Так, тоже кончился. Спасибо за внимание. Есть ли еще вопросы к Владимир Александровичу? Спасибо.